Привет! Если у вас дома завалялся старый мобильный телефон на кнопках, то не спешите его выбрасывать. В этом видео я покажу, как можно сделать сигнализацию из старого мобильного телефона. Это хорошо! Поехали! Для начала нам нужно настроить сам телефон. Выключаем всевозможные звуки и подсветки. Отключаем автоблокировку телефона, а на кнопочку 2 вешаем номер быстрого набора. Для сборки механизма мне нужны гвоздь, который примерно на полтора сантиметра длиннее телефона, дюбель, в который легко входит гвоздь. Пружинка отжимная, резинка канцелярская и половинка деревянной прищепки. Сразу включаю термоклеевой пистолет на разогрев, а тем временем разрезаю дюбель на три вот такие вот части. Гвоздь, как правило, имеет разнообразные неровности, шероховатости и заусенцы. Слегка обрабатываю его надфилем, чтобы он без проблем скользил внутри вырезанный колечек из дюбеля. Теперь колечки нужно приклеить к телефону. Для удобства я использую гвоздь, чтобы приклеить колечки в нужном направлении. Самое маленькое я клею на кнопочку 2, слегка корректирую гвоздем направление. Самое большое я клею вверху телефона, над экранчиком, и также ориентируюсь на направление гвоздя. Теперь собираю остальные части механизма. Капелька механического масла не помешает. Одеваю все это на телефон, и смотрите, что у меня получилось. Как и задумывалось, вверху телефона появилась грубая примитивная кнопочка. Эта кнопочка и будет выполнять роль нашей сигнализации. Теперь из прищепки вырезаем вот такой вот маленький кусочек. Посередине протираем гвоздем подъемную дорожку. Должно получиться примерно вот так. Ориентируюсь на направление гвоздя и приклеиваю подъемник в самом конце телефона под кнопочкой 0. Теперь все это зажимаю канцелярской резинкой, чтобы кнопочка 2 всегда была в зажатом состоянии. Все готово! Настало время проверить нашу мобильную сигнализацию. Как видите, все работает, и можно просто слегка зажав кнопку приклеить сигнализацию к двери. Но в моей китайской двери есть стандартный китайский звонок, и я размещу свою сигнализацию именно там. По примеру, у китайского звоночка я склеил свою коробочку, подзаряжаю телефон и иду все это устанавливать в дверь. На двусторонний скотч сначала клею саму коробочку. Возвращаю на место фурнитуру от звоночка и вставляю телефон, то есть сигнализацию. Теперь, когда дверь закрыта, кнопочка 2 находится в отжатом состоянии, а когда дверь открывается, то примитивный механизм зажимает кнопочку 2. Надеюсь, это видео было полезным для вас или хотя бы интересным. А тем, кто поставит лайк или поделится с друзьями, карму плюс один. На этом прощаюсь с вами до следующего выпуска. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok